Доброго времени суток дорогие друзья, с вами Алексей, мы продолжаем выживать в игре Сабнатика Беллоу Зиро, в прошлой части искали мы чертежи, открыли новые локации, вот и сегодня встала дилемма, дело в том, что в комментариях написали, вот эти вот обезьянки, они воруют вещи только те, которые у нас в руках, из инвентаря вроде как не трогают и могут принести золото, ну как, принести любой ресурс в принципе, но это будет попозже, поэтому мы наверное сейчас сплаваем все-таки на причал станции Дельта, полазим по суше, есть у меня подозрение, что там мы сможем найти чертеж многоцелевой комнаты, большой вот, в первой части она по крайней мере так называлась, круглая вот эта, потому что писали в комментариях, что вот в этой капсуле я не смогу вообще ничего построить, ничего на стенке повесить, даже если сделаю строитель, ну не знаю, не знаю так ли это, но тем не менее мне пишут, что да, именно так, сейчас нам что нужно сделать, сейчас нам нужно сделать контейнер, наверное, вот такой вот, лишний шмот весь поскидывать, так, маяк бы я еще сделал, да, маяк хочу сделать, пусть на всякий случай будет в инвентаре, так, один у нас есть контейнер, открыть хранилище, он полный, да, выкидываем второй, скидываем в него все лишнее барахло, так, я так думаю, что нам понадобится из пузырей сейчас воды наделаем, так, это, это все надо, остальное, в принципе, все надо, вот это можно еще скинуть, во, вот это, так, а титан, куда титан, и все-таки сделать еще один контейнер, так, и в глайдере у нас батарейки нету, давайте сделаем батарейку, или даже две, на замену, так, батарейка, а, нужно наоборот, ленточников больше, чем медной руды, а я что-то это, ну так даже лучше, так, есть, 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 теперь выключи свет, убери, убери глайдер, так, и дохлую батарейку мы переложим пока что в хранилище, да, я говорил, из пузырей воды наделать, отлично, я думаю, штуки три мы скинем, так, вот это мне, наверное, там не понадобится точно, тоже пока, а вот отсюда, скидываем на пятерочку факел, вроде им можно отпугивать некоторых хищников, не знаю, насколько это работает, так, возьму пару батончиков, четыре бутылки воды, вот аптечку бы тоже не помешало еще одну, но, все вроде, все вроде, единственное, пару рыбок сейчас поймать, пожрать, и в путь, и в путь, так, есть, 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 хрум-хрум, и водичкой запить, все, погнали, так, причал станции дельта, 600 метров, все, вперед, ну и походу здесь будем смотреть, что-то где-то может быть есть, что-то где-то найдем, титан, пока нет, не готов я для титана, так, на этой платформе мы были, так, может быть тут я что-то пропустил, этот аквартс, мне, кстати, подсказали, чтобы искать серебро, нужно было не серебро выбирать, а какой-то там или известняк, или, ну вот эти вот штуки, короче, вот, вот, допустим, здесь серебро будет, да, нет, титан, в общем, вот эти отложения нужно искать, так, не обожгемся, вроде нет, я пока не буду ничего собирать, о, а вот и, в общем-то, и он, радиомаяк, вышка, блин, дольше собирался, по-моему, так, убирай глайдер, а че ты не приседаешь, ну, блин, а вот как можно вылезти, так, вот он, маяк, это он и есть, да, ну, пусть, пусть тут будет, давайте исследуем пока что, блин, а мы мерзнем, под водой из-за кислорода, да, опа, под водой из-за кислорода долго не пробудешь, а здесь из-за температуры, о, кофейный торговый автомат, так, ну, вот это вот все, оно, в принципе, бесполезно, это так, для коллекции, чертеж термоса, о, урна, сейчас замерзнем, если че, нырнем, погреемся, в воду, сканья, водичку я возьму, так, здесь что, осветительная мачта, такой есть у нас, все, ныряем, греемся, да, а как это неминуемо, все нормально, вот уже и, нету переохлаждения, так, и здесь у нас все, да, это предзаписанное сообщение, если вы это слышите, значит, вы вторглись на чужую территорию, если хотите жить, валите нахрен отсюда, кого, кого-то мне эта манера разговаривать напоминает, в первой части, мы, о, грелка, в первой части мы искали следы экспедиции какой-то, Дегази, кажется, называлась она, и вот там из них, из этой Дегази выжило три человека, отец с сыном и наемница, Маргарет Мейда, кажется, ее звали, вот она мне, вот эта манера мне напоминает вот эту Маргарет взять снег, что это будет, и сколько я его могу взять, а нафиг он нужен, ха, странно, так, я могу нет, не могу, пачина какой здесь, о, подковник, я прочитал полковник сначала, а мы можем его жрать? Нет, как куриные окорочка, блин, стоят, то есть, ага, как бы мы ни шли, нас все равно ведут к этому маяку, а здесь есть что-нибудь? Это мы уже изучили, наверное, о, какая-то параша булькающая, так, но мне все-таки интересно наверх сначала забраться, наверное, наверное, вон туда, сможем или нет? то вверх, то вниз, ага, сатовик, а это мы жрать можем? Нет, а это тоже нет, и это не можем, булькающая, булькающая, неохота в эту пещеру лезть, но, наверное, придется, о, а в пещере тепло, и здесь эти грелочки, ой, сколько грелочек, так, может, почитаем то, что мы там насканировали, чертежи, вот можно посмотреть, термос, теплоизолирование, хранилище для напитков, и все, что ли, а вот, мачта, кофейный автомат, урны и скамейка, так, из техники, элементы жилища, осветительная мачта, стандартная осветительная мачта, предназначенная для направления яркого луча света, в одном направлении, полезна при всех видах промышленных аварийных работ, работает в любой известной среде, сатавик, по флоре, используемая, сатавик, глубоко, в шельфовый ледник, пока не достанет вечной мерзлоты, оттуда гифы переплетаются в толстую грибницу, ризоморфы, этот мицелий эффективно вытягивает питательные вещества из почвы, так, здесь написано используемое, а для чего мы его можем использовать, почему не написано, так, голубая щетка, необычное для данного климата растение, в отличие от прочих растений, выживающих в условиях крайнего холода, что обычно подразумевает низкий рост и отсутствие листьев, во избежание потери влаги, голубая щетка, высокое растение с листвой, похожей на щетину, внутри полых листов, находятся ячеистые поры, улавливающие и сохраняющие тепло солнца, жар-лилия, необычные наземные растения, обычно растущие на ответственных скалах, днем они поворачиваются к солнцу, поглощая тепловое излучение и сохраняя его внутри, ночью лепестки лилии закрываются для уменьшения тепловых потерь, она использует сохраненное тепло для выживания в суровых арктических условиях, то есть ночью мы не погреемся об нее, понятно, и подковника, корочка, вот эти, наземное растение, растущее в теплых условиях, опознать его просто по толстой короне из листьев на раздвоенном стволе, ствол имеет толстое волокнистое ядро, запасающее воду для его плодового тела, для плодового тела, оценка, фрукты можно собирать и выращивать, они могут быть постоянным источником питания, вот, это как в первой части был лампион, по-моему, и журнал можно послушать, док мореходов у грузовой ракеты Сектор 0, Фред, я тебя не виню, но, что значит, они пропали? Куда подевались-то? Проясним, на тебя кто-то напал у извилистых мостов, и ты решил сбросить модули, так? Мне пришлось сбросить модули, я оторвался, вернулся за ними, а они просто исчезли. И ты думаешь, что их кто-то украл? Или что-то, я их не терял, это точно, с грузом я обращаюсь бережно. Я не сомневаюсь, но и ты пойми, что аварий с мореходами было немало, они дорого обходятся. А поплыли со мной завтра на пару заходов, посмотришь, как они обходятся. Это самые жесткие условия, в которых я когда-либо работал, но из своего офиса ты это вряд ли поймешь. Не будем. Спасибо, что зашел. Спешу на несчастный случай. Съехал сразу. Как ему сказали, поплыли со мной, сразу съехал. Так. О! Вот это уже прикольно. Еще одна КПКшечка. Фрагмент детектора минералов. Это у нас уже есть. Вот это что такое? Слушайте, здесь кристаллическая сера лежит. А что за аппарат? Еще. И все, что ли? Это генератор, судя по всему, бензиновый. Медь пойдет. О! Орехи. Вот они, орехи подковника. Один оставим. Если удастся найти грядку, можно будет... Так, это мы где вышли-то? Блин, никак не доберемся наверх. Ну, еще одна пещера. Одножик, наверное, на готове держать. И у меня такое чувство, что ночь приближается. А это мы спустились опять вниз. Хе. И как туда подняться? Так. Тебя можно? Или тебе пофиг? Нет, мы не туда пришли. Явно не туда. Оп. Или... А, нет. Закрылись, смотрите, но нас вроде греют. Или... Или это случайность? Здесь еще вроде... О! А вот здесь я не был. Или был. Я запутался вообще. Нет, здесь я был. Однозначно. Вон туда дорога идет. Тут светодиодный фонарь. Тут... Блин, мы опять в эту пещеру вернулись. Что ты будешь делать. А дальше нет возможности. Ха. Может здесь? Ёлки-палки. Валюш. Стоять на месте, альтерка. Далеко заходишь. Я не из альтеры. Тогда ситуация с тобой вдвойне плачевней. В смысле? Если говоришь правду, значит ты тупая. Если лжешь, то поплатишься. Подожди! Ты кто вообще? Свали нахрен с моих земель. Похоже, это да. Это наемница. Напугала, если честно. В костюме отслежен настолько, насколько позволяют мои технологии. Кажется, на этой планете я далеко не так одинока, как ожидала. Местонахождение сигнала загружено в КПК. Спасибо. Но напугали знатно. Станция Дельта, наконец-то. О, вот она, многоцелевая комната. Мы дошли, друзья. Все-таки. А это что? А это начало нашей базы будет. Нормальной, новой базы. Вот и фрагмент строителя. А, он у нас уже есть. Ну да. Блин, плохо, что ночью мы сюда попали. Барный стол и КПКшка. Офисный стул. Не знаю, насколько это важно. Музыкальный автомат. Самое оно. Я его отсканирую, но я его делать не буду. Мало ли какая там музыка. А то еще... Так, а в чем дело? Уже что ли? Синтезирован новый чертеж. Шкаф уже? Изготовитель. Карта. Карта пригодится. Я смогу найти дорогу до центра робототехники ФИ, где работала Сэм. Угу. Так. Последний раз говорю, я не мухлевал. Тогда что ты хочешь сказать? Как по мне, Зета часто моргает. Думаю, это сигнал. Интересная мысль. Это аллергия. Аллергия? Неужели в этих льдышках что-то зацвело? Жарлили, если ополчитесь на меня, обещаю, поувольняю всех. Ты мне даже не начальник. Какие вы наивные. Ругаетесь друг с другом, а тем временем гляньте на Парвана. Просто полюбуйтесь. А что я? Я ничего не делаю. Давайте голосовать. Все, кто думает, что аллергия Зета – это тяжелый случай олейнита, скажите пришелец. 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 Дани. Не, я просто посмотрю. Я пропущу. Это что, какой-то заговор ученых? Зета, Сэм, Даниэла. Вы все трое внезапно спелись. Или, как я сказала, Парван мухлюет. Все-таки надо было мухлевать. Так. Это они, наверное, уже аллергия. Это, может быть, это хора, болезнь. Так, а вот еще. Особая просьба Эммануэля. Эммануэль дал мне этот разблокированный сканер. И сказал, мне нужно больше душевых насадок. Душевых? Да. Он приведет тебя к нужным минералам. Чего? Еще он мне сказал помалкивать об этом. Видимо, именно на это и годится в наши дни сертификат магистра геологии. Работать в разнорабочем настройке. Эх, надо было учить межзвездное право, как папа говорил. Или все же мне надо отдать должное Эммануэлю. Уж не знаю, что он сделал со сканером, но он отлично наводится на конкретные минералы. Намного лучше, чем надеяться, что наткнешься на нужный выступ. О, карта комплексов Альтерры. Станция Дельта. Штаб миссии, связь и логистика. Центр робототехники ФИ. Инженерия и робототехника. Здесь, наверное, есть шанс найти экзокостюм. Аванпост 0, ксенобиологические исследования. Шахта Коппа. Раскопки материалов. Лаборатория Омега, биологические исследования. Засекречено. Так, Дельта. Это мы вот здесь, получается, центральный островок, да? Знать бы еще, с какой стороны мы сюда подплыли. Я так думаю, что вот отсюда. То есть, там, где мы грохнулись, это где-то вот здесь, наверное, недалеко от... Центра робототехники ФИ, я так подозреваю. Аванпост 0. Так, это Омега. Вот это Коппа. А где Аванпост? А, вон. Аванпост 0. Так. Снаряжение. Музыкальный автомат. Работайте под успокаивающей мелодией лучших музыкантов Альтерры. Да, шкаф мы все-таки отсканировали. Дальше. Бесполезная хрень. Это элементы декора. А вот это вот тема. Это вот тема, да. Альтерка. Так. О, аптечка. Однако. Еще один кофейный автомат. Бутылка воды. Батончик. Настенная полка. Светает. Светает. Офига себе. Кровать Джереми. Кровать Фреда. Да, ребятушки. Да, ребятушки. Что ж с вами случилось-то? Окно мне даст кто-нибудь отсканировать или нет? О, плакатики. Открыть бритвенный набор. Взять. Прикольные вещички. Они, наверное, места... Какие приключения я тут переживаю. Прямо как в детстве, только морские чудовища здесь настоящие. И мне не нужно за тобой прятаться. Потому что я сижу себе уютно в личном мореходе. Я в безопасности. Оттого и очень-очень храбрый. Можешь об этом рассказать, батя. Кстати, спасибо большое за набор для усов. Поначалу я вообще сомневался, не подарок ли это с приколом. Заниматься личным уходом здесь сложновато. Но, как ты знаешь, я-то мужик не особо прихотливый. Но ты бы удивилась, как же меня спасает воск для усов. Бывали и передряги. Недавно кто-то портил мой мореход. И еще мне почудилось что-то. Но моя подруга Сэм помогла мне разобраться. Хотя, недавно у нее самой начались проблемы. Мне иногда здесь неспокойно. Но, думаю, это нормально, учитывая обстоятельства. Без риска никуда, верно? Я должен быть счастлив, что у меня есть замечательные друзья и хорошая зарплата. Короче говоря, люблю тебя, Дженни. И батю нашего. Расскажи ему обо мне так, чтобы не переживал лишний раз. И в качестве сувенира я привезу тебе огромную рыбу. Хе-хе-хе. Не скучай. Журнал обслуживания вышки. Очередной день. Очередная подлянка от пернатых фурий. Как обычно, сработала сигнализация. Как обычно, я пошел глянуть, что там. Как обычно, там примерзли насранные сталагмиты крылатых сученышей. Если я заявлю об этом официально, то это скажется на моей карьере. Если это, конечно, вообще можно назвать карьерой. Готов поклясться, они специально надо мной прикалываются. Я неделю провалялся с гриппом, а когда вернулся на башне, не пятнышко. Парван рассмеялся, когда я спросил, как он ее чистил. Как тупо. Будто он стал бы ее чистить. Остается лишь прекратить борьбу. Но я понимаю, именно этого птицы и добиваются. А, и насчет обслуживания вышки. Я ее починил. Прикольно. Так, все, да? Нет, плакатики эти мало места занимают. Хорошо. Я думал, сейчас как эти. Как глайдер там или... Так, что еще? О! 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 А это что? Сразу чертеж по запчастям не будут нас мучить? Как в первой части. Фрагментами. Так, боюсь что-нибудь пропустить. И здесь вроде тепло. Ничего не это. Ну ладно, похоже, здесь мы все обсмотрели. КПКшек больше никаких нигде нету. О! Плакатик. Вот еще плакатик, да? Угу. Жилая была комната. Здесь вроде бы. О! Интегрировать новую PDA-дата. Комната сканирования. Это, конечно, хорошо. Взять снег. Мне вот интересно, зачем нам брать снег? Так, ну я бы еще вот сюда поднялся. Ага. О! Ушел рыбачить. И, судя по всему, не вернулся. Так, ладно. Отчет о состоянии. И все, что ли? Так, комната сканирования. Этот продвинутый модуль базы может превратить небольшой форпост в развивающуюся научную разведывательную станцию. Трехмерный дисплей в центре комнаты отображает топографические данные местности. Система может сканировать и определять конкретные материалы. Дистанционно управляемые дроны сканируют местность в радиусе 500 метров. Настенная камера позволяет управлять разведывательными дронами. Консоль улучшений может быть использована для расширения возможностей. Модификационная станция. В то время как обычный изготовитель способен на атомарном уровне перестроить сырье в сложные устройства, модификационная станция способна объединить сложные устройства для повышения их функциональности. Большинство промышленных кораблей оснащены оборудованным комплексом модификационной станции, который позволяет инженерам адаптировать свои инструменты на лету. По умолчанию, для экономии места на жестком диске модификационная станция исключена из большинства библиотек чертежей. Тем не менее, в экстремальных условиях, таких как на океанической и пустынной планетах, то есть, смотрите, намек, что кроме этой океанической, разработчики еще и пустынную планируют, что ли? Может понадобиться адаптация основных инструментов для выживания, для непредвиденного использования. По этой причине рекомендуется всегда иметь доступ к модификационной станции. Ушел рыбачить. Может, сойдет для починки. Статус обслуживания в процессе. Это не тот ли, который мы видели на глубине? Похожим. Отчет спутникового наблюдения. Сканирование региона Сектор 0. Обнаружены две активные человеческие особи. Так, стоп. Это свежие данные. Это, судя по всему, наш персонаж. И вот это Маргарет Мэйда. Или нет? Подождите, Сектор 0. А мы на Дельте. Нет, значит, еще там двое есть. Обнаружено несанкционированное строительство жилища и передвижение транспорта. Так, стоп. Может, это Маргарет там живет и с ней еще кто-то? Рекомендации наблюдать и готовиться к возможному вмешательству. Так. Джереми Мургл. Техник. Подчиняется Эммануэлю Дежардену. Текущий проект техобслуживания башни связи. Так, Фред Ла Шанс. Ну, тебе боже мой. Карапуз какой. И.Т. Курьер. Специалист по техническому обслуживанию. Подчиняется тоже Эммануэлю. Проект разное. Так. И опять куча чертежей. Модификационная станция. Комната сканирования. Ну, посредственная такая. По первой части помню. Чип интерфейса комнаты. Сразу он. Для нее сколько синтеза. О! Термоклинок. Нож и батарея. Это мы, если ударим рыбу такой, то сразу сожрать ее сможем. Она будет жареная. Тоже помню с первой части такую фишку. Ну и, в общем-то, все. Так. Давайте погреемся. Где цветочек. И полезем наверх, наверное. И все. Я думал, сейчас карабкаться будет. Порт модуля тестового режима. И? Ничего мы не можем сделать, да, здесь? О! КПК-шечка зато есть. Все, да? Куда не забраться. Ладно. Птичка. Птичка, лети сюда. Я тебя отсканировать хочу. Ну. Зараза такая. Блин, заскриптовано, что ли? Перепрыгнуть не может. Ммм. Тут еще много вкусного. Подождите. Мы вон там были, а до сюда я не дошел, да? Это же... Нет, не переборка. Теплое местечко. Наверное, кого-то из высших чинов. Ну, вот этот самый Эммануэль. У него двухспальная кровать. КПК. Сэм могла быть хорошим руководителем. Я знала, что в ней это есть. Игрушка директора. Нужна ли она нам? Алло, кто это? Директор. О! Аквариум. Да пошел ты нафиг, директор. Вот! Роскошный горшок. Орехи сможем выращивать. Красота. Здесь, блин, в отличие от первой части, все прям в одном месте собрано. Ну, в одном месте я имею в виду. Не то, что вы подумали. Еще одна КПКшка. Вот даже жратва не законченная. Ух ты. Все. Все, чули. Вроде да. Еще раз осмотрюсь. Давайте возьмем, если что. А, мы взять не можем? Только взаимодействовать. Только взаимодействовать. Ну и хорошо. Хлама меньше будет в доме. Так, все, что нужно, мы взяли. Давайте посмотрим. Опять еще куча чертежей. Обсерватория полезная. Аквариум, горшки полезные. Но остальное такое себе, да. А, мы ее можем сделать. Игрушка директора. Так, и... Аквариум предназначен для содержания и жизни не более 8 небольших водных организмов и помещается в обычную многоцелевую комнату жилища. Водные существа составляют 70% всех известных видов, что делает аквариум широко распространенным инструментом во многих исследовательских станциях. Он в равной мере используется как для хранения животных, так и для их последующим употреблением, так и для содержания образцов, для ксеноисследований. Кстати, первый вариант тут больше привлекает. Автоматическая система регулирования окружающей среды. Потерял. Означает отсутствие необходимости кормить и ухаживать за объектами. Из-за своего размера обычный аквариум не рассчитан на разведение, и существа вряд ли будут спариваться. Для этой цели построите большой изоляционный аквариум для инопланетян. Так, растения и горшки. Внутренние горшки бывают различных конфигураций и позволяют выращивать большинство видов растений в небольших количествах. Для декоративного или ботанического использования. Так, ну и журналы. Че нам тут скажут? Давид, ты будешь счастлив узнать, что морозная кучка делает невероятные успехи. Должен сказать, мой стиль управления, по-видимому, идеален для изолированных планет. Я сильно скучаю по тебе. Уверена, ты по мне не меньше. Вместе нам хорошо, но порознь ничуть не хуже. Как же великолепно Проспи выступила на концерте. Меня гложет, что я не смог увидеть это воочию, но будь я там, она бы только распереживалась. Когда это задание закончится, я наконец-таки вернусь домой на несколько месяцев. И еще, как ты смотришь на то, если мы пересмотрим процесс наших ожиданий, чтобы способствовать долгосрочному успеху в разлуке. Я уверен, что это может стать отличной моделью для нас, как в романтическом, так и других планах. Не забывай, я люблю тебя всем сердцем. Продолжай преуспевать в своих проектах. Ты же знаешь, как я рад твоим успехам. Доброе утро, морозная кучка. Небольшая сводка новостей о достижениях и сдвигах приоритетов, с которыми вам лучше ознакомиться. Шпингвины — это просто ошеломляющее успех. Шпингвины. Поздравьте же вместе со мной Саманту Аю, ведь она теперь переводится на Аванпост 0, помогать нам с будущими проектами. Поздравление также заслуживает Даниэла Валенти и ее команда в лаборатории Омега. Закрытие Фироботикс означает, что важные ресурсы перенаправлены на изучение бактерий Хаара, что является важным событием на сцене биологии. Вы все делаете выдающиеся успехи, и я, конечно, не хочу ничего обещать, но штаб это заметил. Продолжайте в том же духе, и, возможно, у нас появятся премиальные. Руководство по эксплуатации. Обучение новых сотрудников. Рекомендуется завершить все обучение, пока башня находится в тестовом режиме. Тестовый режим – это полностью функциональная имитированная версия рабочего режима. В тестовом режиме все передачи с вышки, включая сигналы бедствия, предупреждения системы безопасности, шпионские передачи будут отключены. Чтобы перейти в тестовый режим, вставьте модуль тестового режима в диагностический порт, как показано на схеме слева. После того, как модуль принудительного тестового режима был вставлен, команда «Активировать тестовый режим» может быть активирована. То есть, вот за нами там следит кто-то, да, и передает вот эти все данные «Альтерра», я так понимаю. А здесь сказано, как все это дело отключить. Ну, понятно. Эммануэль Дежарден, сотрудник отдела кадров и коммуникаций, подчиняется штабу «Альтерра». Ну да, это начальник, директор. Это директор. Так. Че-то я здесь засиделся, по-моему, да? Пошли отсюда. Надо вот тут сделать скриншот. Где-нибудь. Так, это убери. И вот так. Отлично. Здесь дальше ничего нету? Может, тут что-то... Нет, здесь только пропасть. А туда нам даже... Нет, дают пролезть. Только бы вылезти потом отсюда. Так, ну хорошо. Этим все понятно. Отсюда дорога еще есть куда-нибудь? Такая сомнительная тропиночка. А, я думал, она куда-то еще ведет. Нет. Хотя... А, ну я туда же выхожу, где... Понятно, где эта обсерватория. Я вот эту птичку все хочу отсканировать. Может, мне позволят все-таки это сделать, не? Ну. Пуститесь вниз. Пернатые поганцы. Зараза. Зараза. Так, не грохнется бы. Ой-ой Так, давайте погрянемся И, наверное, назад О, большая бутылка чистой воды Это прикольно Нам не понадобилась даже еда О, что-то я вот это А, ну такая же у нас загружена Мы же ее отсканировали Хотел сказать, забыл взять Нет, все, что можно здесь Мы уже взяли Так, а переборки нету? Переборку разве нельзя? Стоп А, закрыть? Вот можно же вот эту дверь Было Отсканировать или нет? Ладно, погнали вниз И давайте причал станции Дельта Мы обозначим синеньким Синеньким будем обозначать Там, где мы уже были Так проще ориентироваться, по-моему Нет, там ничего интересного В этой пещере мы тоже были Вроде бы Туда я тоже, по-моему, ходил А вот здесь Что у нас здесь? А, здесь мы тоже были Ну и, наверное, все Дорога Спасибо за субтитры Так Субтитры Что... Мне 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 КПКшку какую-нибудь забыл, но нет. Взять снег. Все, народ. На базу. Очень много полезных чертежей. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Есть у нас такой уже. Продолжение следует. 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 В костюме. Чем эта женщина так недовольна? Та, которая в экзокостюме. Хотя, смысл это уточнять. И какого черта она забыла на этой планете? Это не очень-то хорошее место для отпуска. Она так зрелищно спрыгнула с утеса, а значит, хорошо знает местность. Видимо, она тут уже долго. Но как давно она следит за мной? Она приказала мне свалить. Точнее, свалить с ее земель. Что она охраняет на этом замерзшем болоте? Если только она не разбила где-то лагерь. Она знает про Альтеру. Встречала ли она Сэм? Ну, это мы выясним, наверное, когда еще раз с ней встретимся, скорее всего. Так, а где у нас непрослушанное что-то? А, вот. Так, это мой скриншотик. Маяки. Ну, все. Народ. Будем заканчивать. В следующей части продолжим. Наверное, пойдем искать золото. Я так думаю. Так, а сейчас, наверное, надо перекусить. Надо выпить водички. Так. Вот так. Батончики можно повыкладывать. Вот это барахло, наверное, тоже. Все. Всем удачи и всем всего. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!